В среду вечером у судостроительного завода начинающий водитель на псевдоспортивной машине устроил ДТП, в котором повреждены три иномарки. Необычность этой аварии в том, что повреждена больше других оказалась машина-автолюбительница, ехавшей с наименьшей скоростью. Из этого чудом уцелевшая женщина сделала вывод, что правило «тише едешь, дальше будешь» в хабаровских реалиях может обернуться неприятными исключениями. К точке встречи все три автолюбителя подъезжали в благостном настроении. Виновник аварии, молодой владелец Скайлайна, ехал в направлении центра города, предвкушая замену тормозных колодок. Дорога была свободной, вечерняя пробка доставляла неудобства только тем, кто ехал навстречу. Поэтому автолюбитель, получивший права два года назад, ехал со скоростью около 70 км в час. Впереди маячил лишь Ниссан Ноут, хозяйка которого неспешно ехала в гости. Когда Скайлайн на скользком участке стала бросать из стороны в сторону, его водитель занервничал. Молодой человек принял решение нажать педаль тормоза, но в растерянности выжал соседнюю. Там я просто уже немного испугался и там уже вместо тормоза газ зажал. Почему мы его так сильно не догнали? Потому что скорость уже начала сбавляться, а после того, как шкивать начало, педаль перепутал, я уже со скоростью его выкинул. Для автолюбительницы, ехавшей в Ноуте, столкновение было сродни грома среди ясного неба. 44-летняя женщина предвкушала встречу с подругой и никуда не спешила. Темп своего движения она оценивала в 40 километров в час. Машину словно пнули, и автолюбительница в мгновение ока оказалась на встречной части дороги, где в ее иномарку немедленно врезался внедорожник. Причем прямо в ее дверь. Удар сзади, я почувствовала сильнейший удар сзади, и меня вынесло на встречную полосу. У меня головой ударилось, состояние вроде нормально. Владелец Лексуса оказался удивлен не меньше остальных участников этого нелепого столкновения. Ноут перед бампером внедорожника появился в тот момент, когда шофер на мгновение оторвал взгляд от дороги. Хозяин джипа со своей спутницей возвращался после шопинга в Южном парке и увидел для себя нечто новое. Его внимание привлек павильон, которого раньше в этом месте не было. Я выехал, получается, на поворот, проезжая мимо остановки, отвлекся на стоящий ларек с шаурмой, который там поставили. Ну, просто вот решусь. Я знаю, что там ничего не было до этого. Смотрю, что-то стоит. В этот же момент, соответственно, я повернул голову, то есть прошла буквально там минута-две, и я вижу, как на меня летит машина. Хозяин джипа оговорился. Разумеется, счет шел не на минуты, а на секунды. Экстренное торможение, хруст сминаемого бампера и острое сожаление по сделанному недавно авторемонту. Молодой водитель Скайлайна признал свою ошибку. Он пришел к выводу, что переоценил свои силы и умения. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Кошелева и Алексей Овчинов.